и вот наконец настал тот час когда мы узнаем все что нам готовит сентябрь александр шунин маргарита треновская в студии я смену времен года и каждый новый месяц люблю и почитаю хотя бы за то что мы встречаемся с наталья бушуровой консультирующим астропсихологом звездой микро и макрокосмоса доброе утро наталья здравствуйте как же вы меня сегодня так же как всегда как обычно что готовит нам осень что готовит нам сентябрь какие звезды будут нам светить откуда в чем чего ждать к чему готовится звезды будут нам светить это уже не может не радовать спасибо как-то рано мы сегодня прощаемся будут ли какие-то подробности сочетание звезд на что повлияют знаете я я не знаю почему а трезвость норма жизни вот это главное основной наш девиз наталья а я вам помогу с причиной сегодня день провала в памяти серьезно интересная дата мы это вспоминали час назад так что все в порядке все в порядке и так трезвость норма жизни ну не вам какое-нибудь общество режет трезвости и апологеты вот этого образа жизни скажут не только сентябрь каждый день нужно проводить в трезвости они праздности я расскажу почему потому что основным напряженным аспектом сентября это будет оппозиция между знаком девы и знаком рыб а в этой оппозиции будут участвовать соответственно марс в этой оппозиции будет участвовать солнце и в этой оппозиции будет участвовать нептун и луна чем нам это грозит смотреть дева у нас она такая за конкретику за собран за работоспособность за внимательность за усидчивость внимание к мелочам и деталям а рыбы это диаметрально противоположная территория там где нет ничего конкретного там где все размыто где есть конечно творчество но есть и ленность я нету пунктуальности и так далее и так далее и вот эти два знака будут находиться практически в течение всего месяца в противостоянии мы будем в споре прежде всего во внутреннем работать мне сегодня делать дела а никто из знака рыб будет говорить они но зачем пойдем туда где играет музыка давай останемся дома под теплым пледом давай придумаем какую-то историю может быть очень слезливую про то о том что по какой причине я сегодня работать не могу оправданная оправданная звездами прокрастинация именно это она это но есть у нас помощник во всей этой истории это плутон который уже давно находится в знаке козерога козерог это стихия земная и вот как раз земные всегда рекомендуют нам как раз таки эту самую трезвость ту самую ясность уж особенно козерог и плутон это воля это сила воли это настойчивость поэтому трезвость норма жизни собранность волевые усилия настойчивость но где-то и власть то есть я допускаю что появится и некий лидер плутунианского типа достаточно такой но серьезный товарищ который будет или возьмет свои руки управление вот этими неясными ситуациями лидер имеете виду на каком уровне в личном государственном планетарном но во первых строках конечно же хорошо бы чтобы мы каждый сам для себя стали таким плутоном когда а ну-ка соберись тряпка вы говорили себе когда вот эта вот оппозиция в нас взыграет и начнет нас сманивать от работы отдел конкретных хорошо бы чтобы мы вели себя по плутунианске но это может быть и лидер в вашем коллективе это может быть лидер такого уровня президента но не знаю вряд ли этот тот который уснул на очередной встрече с израильским руководителем но это все-таки тот кто наверное не спит на подобных спасибо спасибо наталья что читаете портал mix news lv где как раз воскресенье появилась публикация о байдене который нет нет да и вздремнул наталья вы говорите про месяц трезвости про борьбу с прокрастинации с выявлением каких-то лидерских качеств а вот если мы вот четко про рабочие процессы про какие-то вот проекты про вот это вот все денежное успешное что делать что делается благоволит не благоволит куда оставить акценты с чем бороться что использовать себе в помощь а знаете хочу сразу такую ремарку у нас в конце сентября начинается прекрасный всеми любимый о ком слагают стихи и песни ретроградный меркурий я думал праздник урожая как-то вместе понимаешь что делать он грядет как защищаться да он грядет и период ретроградности с 27 сентября 26 сентября он уже будет стационарным то есть он замрет вообще все меркурианские дела могут встать соответственно до 26 сентября хорошо бы нам решить эти меркурианские дела с меньшими препятствиями потому что безусловно ретроградный меркурий он вносит свои коррективы может создавать препятствия как я и сказала задержки торможение в чем меркурий это но конечно покровитель торговли об этом все знают да это купля-продажа это все что связано с документами подписание оформление это все что связано с перемещениями поездки но как правило по меркурию это не на далекие расстояния поэтому проверяйте не стекли срок здесь действия вашего паспорта прежде чем вы поедете в аэропорт да или уже окажетесь у стойки регистрации это такое первая рекомендация обратить вот на это внимание потому что меркурий будет ретроградным до 18 октября выдержать бы хорошо еще какие-то рекомендации по работе кроме меркурия другие влияния других знаков других план она по поводу прекрасных наших учащихся по поводу детей учиться в сентябре будет сложно по многим причинам и конечно же это причина в том что наши дети долго находились на удаленном обучении это понятно здесь уже не об астрологии но из точки зрения астрологии тоже будет тяжело сосредоточиться очень сложно будет вовлечься в учебный процесс причем здесь не только у ученики но также и преподаватели могут попасть под влияние этой энергии поэтому но трудно им будет найти общий язык и снова в этот процесс в лиц поэтому давайте отнесемся с пониманием и к нашим прекрасным детям и к преподавателям которым безусловно тоже очень нелегко но и мы те которые уже перестали учиться как понимаете с восприятием информации могут быть у нас проблемы сегодня как вы сказали день чего провалов память провалов память смотрите улучшается прямо на глазах день проходит связаны с ним события тоже а вот дела любовь ну а чем обычно гороскопы в общем говорят о чем обращаются это вообще общее влияние работа и конечно любовь что с любовью в чем венера как это влияет какие качества наши проявляются хуже лучше затуманивается наш взор или наоборот четко в корень смотрим как с этим обстоят дела в начале осени в начале сентября до 11 сентября венера будет находиться в знаке весов все еще она и сейчас там находится в знаке весов она имеет максимальную силу соответственно если мы венеру рассматриваем в данном случае как планету любви то здесь мы за гармонию за взаимопонимание за равные партнерские отношения за мир да ну вот мы хотим некого равновесия в отношениях и взаимообмена но в 11 сентября прекрасная венера войдет в знак скорпиона и здесь наши чувства именно в любви в отношениях они окрасятся новыми красками кровавыми скорпиона обычно так принято воспринимать импульсивными скажем так наверное ревность вот такое слово любит скорпион потом венера это же то что нам любо и дорого это не только наш там любимый человек это вообще и то что нам принадлежит то что мы выбрали то что мы считаем нужным соответственно мы будем очень ревностно относиться к любым попыткам посягательства на то что нам принадлежит а эти попытки они будут это может быть и наш кошелек и наш объект любви это может быть и что-то там из нашего движимого и недвижимого имущества то есть будем готовы к тому что нам придется отражать эти попытки что-то у нас отнять а в любви до в любви все очень страстно все очень проявлено прекрасная планета для свиданий давайте так вот прекрасная знак когда венера находится в знаке скорпиона это прекрасный период для очень страстных свиданий красиво назову аккуратно да корректно прозвучало очень очень корректно смысл ясен низкие страстишки так что пока там меркурий ретроградный мы все за сами прекрасно понимаем чем нам лучше всего заниматься так чтобы вот это напряжение дева нептун несколько разбавить откладываем дела концентрируемся на венере в скорпионе классика мы главно твор это всегда работает не только в сентябре видимо особенно конечно же так мы обсудили личные отношения деловые отношения да что у нас осталось мы обычно еще поселенных да о посадках об урожайности но пора собирать урожай конечно да и как раз таки если мы говорим о сборе урожая месяц начинается на убывающей фазе луны то есть это подведение итогов всегда то есть новолуния у нас состоится 7 сентября а значит вот эта первая неделя сентября это подведение итогов и как и всегда я в таких случаях говорю да и не только я многие астрологи то есть вот эта последняя неделя очень хороша для того чтобы от чего-то в этой жизни избавиться это просто может быть наведением порядка в доме в офисе лишние бумажки повыкидывать тем более у нас уже дева достаточно активный знак а дева очень любит чтобы порядок был вот в каких-то делопроизводстве да и избавляемся от всего нас разрушающего и создающего для нас препятствия но это могут быть и вредные привычки это могут быть какие-то связи не очень приятные так далее так далее 7 сентября нас новолуние хорошая красивая новолуния в знаке девы там же уже на момент новолуния находится марс поэтому хорошо запускать любом случае любое новолуние это запуск нового лунного месяца это запуск новых каких-то дел и проект поэтому запускать очень так знаете просчитывая все до мелочей очень внимательно и кстати говоря точка новолуния в очень хорошем аспекте в знак тельца курану поэтому принципе новый лунный месяц может принести нам новые идеи заработка может принести смену работы смены направлений работы для тех у кого есть какие-то недомогания этот новый лунный месяц который стартует седьмого сентября может но какие-то дополнительные способы привнести лечение абсолютно неожиданные но и все это нужно конечно реализовать до 26 сентября потому что там в ретроград войдет меркурий и вся эта деятельность наверняка немножечко притормозить их нет да да именно тем более что меркурий является управителем знака девов которыми состоится новолуние да поэтому вот его торможение некоторое и обратное движение оно конечно будет иметь свое влияние и еще по поводу ретроградного меркурия хотела бы обратить внимание что он в своем движении обратно всегда возвращает нас в какую-то точку потому что в этой точке мы что-то упустили и он хочет чтобы мы еще дважды прошли этот путь для скажем так усвоение материала пройденного и меркурий ретроградный будет возвращать нас в точку как раз таки 7 сентября то есть фактически новолуние поэтому такая рекомендация очень внимательно обратить внимание на те идеи встречи разговоры обсуждения все то новое что появится в нашей жизни вокруг новолуния потому что если мы проскочим или скажем ай ладно это ерунда нас все равно туда вернут и принудят пройти еще раз этот путь у нас есть вопросы с ватсап чата какие планеты влияют на адекватность хороший вопрос я бы сказала что не не только планеты но и знаки скорее это земные знаки это в большей степени если мы про адекватность про сдержанность скорее это сатурн я думаю так опять же но здесь зависит от того как эти планеты эти знаки проявлены в каждом отдельно взятом гороскопе родном натальной карте но в общем то адекватность трезвость здравость это сатурн а вот где сатурн будет в сентябре сатурн у нас и в сентябре и в августе и в октябре он в водолее он вошел как помните конце прошлого года в знак водолея они как раз таки юпитер с сатурном одновременно практически это сделали еще много по этому поводу было в сми что вот они на небе выглядят как одна звезда кто-то провел аналоги с лиемской звездой если помнится и до сатурна два с половиной года вошел в знак водолея там он имеет максимальную силу но если сатурн у нас это как вот вопросе было задано адекватность если это трезвость если это конкретика если это структура закон и порядок то в знаке водолея это смена всего этого это явные перемены это некая революция это трансформация всего что я сказала законов власти порядка и так далее поэтому в течение вот этих двух с половиной лет мы будем это все наблюдать да и наблюдаем судя по всему по происходящему вокруг упоминала да просто но для того чтобы маленький экскурс в историю для того чтобы понимать где мы сейчас находимся аналогичное его нахождение или вхождение в знак водолея произошло в 1991 году из ближайшего прошлого вот аналогии какие аналогии кстати отвечает на очередной вопрос нашего слушателя наши депутаты под каким знаком находятся но скорее вопрос риторические саркастического содержания ну судя по всему вот как раз и можно в своих ответах дойти не до политкорректности а тут говорили о сдержанности а и так далее и тому подобное наталья огромное спасибо огромное спасибо встретимся как минимум через месяц жду с нетерпением что же там будет а в октябре бы огромное спасибо мы говорим наталья бушкуру и консультирующему астропсихологу конечно же подробные разборы текстовая версия нашего разговора чуть позже появится на портале mix news lv утро на балкоме как программа завершается на сегодня конечно же радио продолжает вещание в 11 часов очевидец с людмилой прибыльской в гостях виктор винч архитектор затем встретились поговорили депутат сейма ралс немира и депутат дауга в пилской думе петри с зал бы и наконец в час дня зеленая лампа в гостях журналист и литератор виктория лякишева оставайтесь с нами и читайте mix news lv хорошего дня удачи удачи и всего доброго вы слушаете радио болтком